В эфире итоговый выпуск программы Бугинформ. Я Виктория Саченко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного, нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым и насыщенным. Коротко о главных событиях. Планы и перспективы развития Бреста и Брестской области. Анастасия Назрин-Плотницкая с главными тезисами Большого совещания. Предупредить заболевание и помочь жить. София Бережная о главных мероприятиях в рамках нового проекта «Здоровое сердце. Залог успеха». На страже порядка и чистоты городского уклада жизни сотрудники жилищно-коммунального хозяйства отмечают свой профессиональный праздник. Об этом и не только прямо сейчас. Заседание областного исполнительного комитета состоялось на текущей неделе в городе Надбугом. На повестке дня два вопроса. Об итогах работы по развитию экспортостроительных услуг организациями региона в 2016 году и задачах на 2017, а также первые результаты реализации государственной программы «Здоровье народа» и «Демографическая безопасность Республики Беларусь». Подробности в первом материале выпуска. Заседание областного исполнительного комитета в очередной раз собрало вместе всех тех, кто отвечает за успешное развитие Брестского региона в целом. Традиционно на связи в онлайн-студии и руководители всех районов. В центре внимания участников очередного заседания два вопроса, которые во многом определяют развитие региона и его потенциала на ближайшие несколько лет. Первый – совершенствование экспортостроительных услуг. В 2016 году в целом по области этот показатель снизился на несколько позиций. Такая тенденция наблюдалась из-за уменьшения объемов услуг, оказанных нерезидентом Республики Беларусь на территории страны. Ситуация не критичная, однако требует детального изучения. Стартовые условия у наших организаций, наличие филиалов в России, регистрация в СРО были фактически равными. В условиях проседания внутреннего рынка подрядных работ все мы понимаем, что работа за пределами Беларуси – это возможность нарастить объемы подрядных работ, сохранить трудовые коллективы и, наконец, наработав определенный опыт, закрепиться на внешних рынках подрядных работ. При оказании экспортных услуг важно работать экономически эффективно. Но у одних подрядчиков получается работать с прибылью, другие постоянно выходят с убытками. Проблема прежде всего в том, что часто мы находим работу за рубежом, за пределами области с неподготовленными кадрами. Квалификация и производственная дисциплина наших рабочих не позволяют давать нужную выработку и приводят к отрицательному финансовому результату. Подготовка кадров – это одна из важнейших задач, и без ее решения не будет успеха, а решать ее надо в кратчайшие сроки. Вторая тема заседания – реализация государственной программы «Здоровье народа и демографической безопасности Республики Беларусь». Она была разработана в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития страны. Одно из главных достижений в этой сфере – стабильные демографические показатели. Большое внимание в области уделяется детскому здоровью. С конца 2016-го в регионе реализуются несколько крупных локальных программ по диагностике детской заболеваемости. Высоко на уровне страны была оценена еще одна инициатива, получившая широкую популярность последние несколько месяцев среди взрослого населения – донорство. С начала работы проекта в регионе практически втрое увеличилось количество кровосдач на безвозмездной основе. Однако есть и те позиции, над которыми предстоит поработать. В число таковых вошли вопросы взрослой смертности, а также реализация проекта в сфере создания здоровья сберегающей среды. Работа в этом направлении будет продолжена. В течение 2016-го года осуществлялся контроль за выполнением мероприятий государственной программы, в том числе мониторинга основных демографических показателей. По итогам 2016-го года область демонстрирует самые лучшие в республике среди областей показатели демографии. Мы увеличили положительный естественный прирост населения до 1368 человек, в основном за счет сохранения высокого уровня рождаемости 13,5 промиль, при снижении показателей общей смертности населения до 12,5 промиль. Актуальными на сегодняшний день остаются вопросы преступности и суциидальной активности среди несовершеннолетних, а также смертность и травматизм среди детского населения, связанные прежде всего с ненадлежащим контролем со стороны взрослых за местонахождением, времяпропровождением детей, неосторожность самих несовершеннолетних и пренебрежение с их стороны правилами безопасности жизнедеятельности. Через все темы заседания красной нитью прошел тезис, не раз озвученный губернатором региона Анатолием Лисом. Да, проблемы есть, и сказать, что когда-нибудь их не будет вовсе, очень сложно. Однако, важно понимать, звучать должны конкретные предложения, как выйти из сложившейся ситуации, что делать и можно ли было этого избежать. Только так можно обеспечить стабильное развитие области. Только так достигаются высокие показатели. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дород Букунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите выпуск новостей на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор на актуальные темы. По традиции, с приходом весны дорожники всерьез задумываются о том, как привести в порядок дорожное полотно. Серьезная проблема, с которой жители города над Бугом сталкиваются каждый март. Самых разных размеров ямы и выбойны. Решают сложившуюся трудность, плохое состояние транспортных артерий дорожники Бреста. Съемочная группа нашего телеканала понаблюдала за процессом комплексного ремонта. О том, что уже сделано и когда пограничный город получит обновленные дороги. Карта так называемых обкатанных дорог Бреста сейчас не такая большая, какой была буквально три недели назад. До момента, когда в областном центре стартовал сезон ремонтных дорожных работ. Несмотря на то, что комплексное восстановление начато меньше месяца назад, изменения уже заметные. Правда, места настоящих полос препятствий есть. К примеру, микрорайон Граевка. На улице Пушинской, в районе улицы Шорса и от Гурова до Боброва будет сделан текущий ремонт. Мы срежем верхний слой и положим новый асфальт. Сейчас, как видите, идет подготовка. Мы укладываем новые бордюры, готовим все люки, будем менять, подготавливать и переложим новый асфальт. Специалисты отмечают, зима 2017-го изрядно подпортила транспортные артерии Бреста. На покрытии дорог было высыпано около 20 тысяч тонн пескосоляной смеси, традиционного антигололедного реагента. Цифра выше, чем в прошлом году. Было более снежно и морозно, а потому и работы больше. В помощь специалистам предприятия – современная специальная техника, благодаря которой проводить реставрацию дорожного полотна можно оперативно и, что важно, максимально качественно. Погода позволила, и мы выехали с четырьмя машинами для ремонта ямочности, струйно-инъекционным способом. Четыре машины выехали 4 марта. С пониманием люди все наши отнеслись, потому что мы специализированная организация, кроме нас в городе, собственно, никто, и мы работаем каждый день, несмотря на выходные и праздничные дни, и субботы, и воскресенье, от самого утра до наступления темноты. Люди с пониманием к этому относятся, ну а мы, естественно, их стараемся стимулировать материально, чтобы люди заработали достойную зарплату за такую работу. И что сделано? Уже, естественно, много сделано. Вот даже мы сейчас находимся на Красногвардейской, даже по этой улице проехать уже можно, хотя еще пару дней назад была большая проблема. Проблему, обусловленную климатическими реалиями зимы, решают специалисты бригад «Добротно». Строго по технологии от дефектов дорожного полотна настоящие знатоки своего дела избавляются в режиме нон-стоп, готовы даже работать на продленке. Сейчас делаем Красногвардейскую, в дальнейшем асфальт где-то в апреле месяце. Ну, стараемся работать, даже и с продленками будем работать, если понадобится. До 1 мая порядок на дорогах областного центра будет обеспечен, говорят специалисты. Это требования мэра города Александра Рогачука. Пока комплексный текущий ремонт дорожного полотна продолжается, опасных мест становится все меньше, а удовлетворенных водителей только больше. Они стоят на страже чистоты и красоты наших улиц, подъездов и домов. Благодаря их неустанному труду город по праву имеет звание одного из самых уютных и зеленых уголков нашей страны. Речь идет о сотрудниках жилищно-коммунального хозяйства. И если их служба как будто не видна, а каждое утро вас встречают убранные улицы, радуют глаз благоухающие цветочные клумбы, а вечер проходит под приятные капли теплого душа, значит, все идет по плану. Значит, специалисты всей сферы ЖКХ потрудились на славу и смогли создать комфортные условия для жизнедеятельности берестейцев. Традиционно в последнее воскресенье марта сотрудники жилищно-коммунального хозяйства и сферы бытового обслуживания отмечают свой профессиональный праздник и получают поздравления и подарки от руководства и коллег. Брестское городское ЖКХ – структура с большой историей и трудовыми традициями. За долгие годы существования оно не раз трансформировалось. Однако, несмотря ни на что, специалисты структуры оставались и остаются преданными своему делу профессионалами и всегда готовы прийти на помощь. Сегодня в состав жилищно-коммунального хозяйства входит 9 предприятий, на которых трудятся чуть более 4 тысяч человек. Благоустройство и озеленение улиц, ремонт транспортных артерий города, уборка мусора и снега, прокладка теплосетей – вот неполный перечень той работы, которую ежедневно, без скидок на капризы погоды, времена года и выходные, проделывают коммунальники. Задачи, стоящие перед коммунальным хозяйством города, они, в основном, выполнены. И показала зима о том, что очень хорошо подготовились к зиме и прошли без каких-то эксцессов, аварий, то есть без происшествий. И за это огромное спасибо своим работникам. Люди не заметили о том, что у них всегда есть вода, никаких проблем с канализацией, с вывозом мусора, никаких нюансов. Всегда в городе чисто, убирался снег. То есть, если коммунальники незаметны, значит, они работают. В последние годы для развития системы ЖКХ пополнение материально-технической базы было сделано немало. Наверное, во многом именно это определило тот факт, что зима 2016-2017 не стала для Бреста проблемой. В прошлом году автопарк существенно расширился. На вооружении появились две новые, более современные машины. Вы ее видите сзади. Приобрели на МАЗ-55-16 новые плужные оборудования, новые разбрасыватели удобрений с высокой производительностью, которые могут захватывать 6 метров проезжей части одновременно. Да, 10 единиц у нас готовые выявляют сейчас, да, на момент? Еще в октябре 2016-го Брестским городским исполнительным комитетом было принято распоряжение, согласно которому руководство предприятия «Коммунальник» организовало дежурство инженерно-технических работников, пескоразбрасывательной техники и средств погрузки очистительной смеси. На смене всегда находились водители, которые по первому сигналу готовы были выехать в город. И это только один показатель. Мне кажется, все руководители на своих местах работают круглосуточно. И то, что в 7 утра они каждое утро уже мне докладывают ситуацию по городу, говорит о том, что держат руку на пульсе городского хозяйства, и, наверное, это здорово. Мы дальше по мере уточнения городского бюджета, по мере возможностей городского, как говорится, финансового баланса, будем все-таки основные средства тратить на текущее содержание города, потому что капитальное вложение – это все правильно, это отдельная статья, но атмосфера и настроение человека создается из мелочей. Это убранный подъезд, убранный двор, чистая дорога, заасфальтированная ямочка вовремя. Вот это те мелочи, которые не являются мелочами, и наши коммунальники эти задачи понимают. В торжественной обстановке в зале областного общественно-культурного центра свои заслуженные награды получили порядка сотни специалистов структуры. Начальники транспортного отдела, водители, мастера смены аварийной службы, дворники и ремонтники. Для кого-то это награда первая, для других – еще одна в копилку личных побед. Но независимо от количества достижений, каждый раз это всегда приятно и неожиданно. Если раньше работы было не так, сейчас работы много, условия совсем другие, проще работать. Тяжелее, конечно, с жильцами, но в основном устраивает. В праздничный день в адрес виновников торжества прозвучало большое количество приятных и теплых слов. В Бресте труд коммунальников почетен, а их работа оценена на самом высоком уровне. Однако, для того, чтобы продолжать сохранять такие серьезные позиции, необходимо постоянно и планомерно работать. Таково требование времени, такова необходимость жизни. Первостепенная задача – это навести порядок в городе после зимы, сделать ямочный ремонт, провести достойно месячник, субботники. А дальше планомерно работать по улучшению жизни в городе в целом. Город убирается вне зависимости от внешних факторов, непогоды, вовремя. И я думаю, что все горожане обратили внимание, что в последние годы эта работа существенно интенсифицировалась. Очень приятно, что наши коммунальные предприятия показывают пример технического переоружения, пример использования средств трансграничного сотрудничества и показывают новые методики уборки города. В чем это заключается? Конечно, в тех новых машинах, которые мы сейчас закупили за счет городского бюджета, за счет инвестиционных фондов, за счет средств Евросоюза. Очень приятно, что коммунальное хозяйство не стоит на месте, изменяется вместе с экономикой нашего города, со структурой потребления жителей. Появляются новые виды платных услуг, и каждое подразделение городского коммунального хозяйства имеет свои четкие задачи, это минимально сократить бюджетную нагрузку. Весь основной бюджет мы должны тратить, конечно, на озеленение, на цветочное оформление, чем мы будем заниматься в этом году, особенно усиленно, на асфальтирование, на тротуары. А многие другие вопросы надо все-таки брать себе под контроль, чтобы зарабатывать деньги на оказание точечных услуг и населению в том числе, не отдавая это на откуп каким-то частникам, шабашникам. Это тоже очень важное направление. Анастасия Назрин, Плотницкая, Денис Величкович, Антон Луковкин. Специально для итоговой программы. А сейчас о других событиях. В рамках реализации плана мероприятий государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы организациями здравоохранения большое внимание уделяется снижению факторов риска неинфекционных заболеваний за счет создания единой профилактической среды. Акцент поставлен на обеспечение профилактики посредством всеобщего и доступного охвата населения услугами первичной медицинской помощи. Специалисты здравоохранения Брестской области убеждены, каждый гражданин должен быть уверен в том, что ничего не угрожает его здоровью, а для этого следует регулярно осуществлять осмотры у врача. С целью продвижения идей здорового образа жизни по инициативе заместителя председателя Брестского обл. исполкома Олега Величко организован профилактический проект «Здоровое сердце. Залог успеха». Первым объектом внимания медиков стало открытое акционерное общество «Брестгазоаппарат». Тему продолжит София Бережная. На болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания и диабет приходится примерно 80% всех случаев смерти. Неинфекционные заболевания являются ведущей причиной преждевременной смертности в Беларуси, а также инвалидности трудоспособного населения. Все эти неоспоримые факты не оставляют специалистам здравоохранения областного центра выбора. Говорить о проблеме нужно, точно так же, как и привить населению привычку регулярно посещать врача. В данном случае медики сами оказались рядом. В рамках акции «Здоровое сердце. Залог успеха» Брестские доктора, среди которых кардиологи и офтальмологи, провели консультации и вынесли заключение о состоянии здоровья работников Брест газоаппарата. Областными организациями здравоохранения Бреста для сотрудников были организованы диагностические исследования уровня глюкозы и крови, электрокардиограмма, проведение эхокардиографии сердца. И это лишь часть предоставленных услуг. По итогам осмотров пациентам давали направление на внеочередное дообследование в Брестке областной кардиологический диспансер. Мы действительно способны сегодня и сердце пересадить, и другие органы, и операции делать высокотехнологичные на сердце. Но, понятно, лучше все-таки, чтобы мы до этого людей или люди себя не доводили. Вот поэтому, естественно, что сегодня и медицина, она поворачивается именно в сторону профилактики. То, что мы здесь делаем, это, я считаю, что очень важное дело именно для выявления людей, которые, во-первых, ходят в группу риска, у которых уже и есть, в общем-то, какие-то изменения. Поэтому то обследование, которое здесь будет сделано, естественно, потом эти люди будут находиться на диспансерном учете, за ними будут наблюдать специалисты. В 2016 году в области заметно снизился показатель смертности от болезней системы кровообращения. Однако был отмечен рост заболеваемости острым инфарктом миокарда. Комплексно-информационно-образовательные, консультативные и диагностические мероприятия по профилактике болезней системы кровообращения – необходимость. Тема актуальна, цель – достучаться до каждого. Если я вам скажу, что 34% населения Брестской области имеют болезни системы кровообращения, уже факт, это очень много. Из них примерно порядка 28% – люди, которые имеют артериальную гипертензию. То есть это что? Это люди, которые посетили врача, эти заболевания зафиксировали, и здравоохранение обратило внимание, кстати, это по показателям ишемической болезни сердца, заболеваемость, наша область по выявляемости находится на первом месте в стране. То есть, да, мы выявили ее, но вопрос к людям тогда, почему допускается развитие этих заболеваний, почему не следим за холестерином, почему не следим за артериальным давлением. Кардиологической службой области определена стратегия развития, подразумевающая внедрение инновационных технологий. Брестский областной кардиологический диспансер сегодня может предоставить пациенту широкий спектр процедур, исследований и операций. Работа по усовершенствованию лечения будет продолжаться, в этом нет никаких сомнений. Стоит ли доводить ситуацию до крайности самому человеку? Хочется ли кому-то пожинать плоды своей беспечности, оказавшись у врача с серьезным диагнозом? Или все же лучше предупредить болезнь, повысить долю собственной ответственности за свое здоровье? Решать, конечно, каждому. София Бережная, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Решением Брестского городского исполнительного комитета номер 352 от 14 марта 2017 года в областном центре с 15 марта по 15 апреля проводится месячник по благоустройству города. Участие в данном мероприятии каждый год принимают как коллективы предприятий, учреждения, организации, так и горожане, активные и небезразличные, понимающие, что от каждого из нас зависит, как будет выглядеть наш родной город. Брест – это город необычайной красоты. В любую пору года он по-своему привлекателен. Всегда радует глаз жителей, гостей, чистотой улиц, ухоженными парками и скверами, завораживает видами старинных зданий и современных многоэтажек. Прогуливаясь по нему, то и дело останавливаешь взгляд на каком-либо интересном объекте, которых в городе над Богом немало. С каждым годом областной центр становится еще краше. Деятельность по его облагораживанию и застройке не прекращается. Брест – город европейской культуры с уникальным национальным колоритом. А чтобы он таковым и оставался, делалось и делается все возможное, чтобы не утратилась эта самобытность. Уважаемые обрещания, прежде всего я хочу поблагодарить вас за ту совместную работу, которую провели мы по благоустройству нашего города в 2016 году. В вышедшем году нам удалось сделать многое. Мы вместе сажали деревья в парке Тысячелетия. Мы наконец-то приступили к реконструкции нашего городского сада. Мы работали на субботнике в этом пульваре в районе Варшавского шоссе, который скоро украсит нашу заречную часть. Уверен, что 2017 год должен стать продолжением тех славных задач по благоустройству, которые постоянно решаются в нашем городе. Но в этом году мы решили благоустройство города провести под особым акцентом. Под акцентом оформления нашего города живыми цветами. Я думаю, что будет абсолютно правильно и здорово, если Брест будет ассоциироваться с городом цветов, с цветами, живыми цветами прежде всего. Поэтому прежде всего я хочу обратиться ко всем. Руководителям субъектов хозяйствования, частным предпринимателям, просто жильцам. Давайте украсим свои балконы, давайте украсим свои офисы, давайте украсим входные группы в магазины цветами, интересными композициями. Давайте сделаем так, чтобы элементом проведения праздника города стал фестиваль цветов. Я думаю, что это будет все очень интересно и красочно. Этим самым мы покажем, что наш город все-таки особый город. Это город яркий, город гармоничный, где живут замечательные люди, которые любят свой город и готовы совместно с городской властью, с коммунальными службами украшать его и дальше. Вместе с вами мы получим приятное ощущение, когда гости нашего города вместе с нами будут любоваться особым уникальным цветочным оформлением Бреста. Вместе с вами мы получим удовлетворение от совместной работы, потому что только совместными усилиями городской власти, городских коммунальных служб, субъектов хозяйствования и прежде всего вас, Брещан, у нас будет замечательный результат. Продолжаем выпуск. Они знают о погоде все и даже больше. 23 марта предсказатели капризов Небесной канцелярии отметили Всемирный день метеоролога. Пять лет назад президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко был подписан указ номер 395, которым 23 марта был установлен профессиональный праздник – День работников гидрометеорологической службы. С этого времени дата официально отмечается в Беларуси. Съемочная группа нашего телеканала отправилась в Брестский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, чтобы поздравить сотрудников метеостанции и узнать, как предсказать погоду. Каково это – понимать облака? Девиз Всемирного метеорологического дня 2017 года «Познавая облака» определяет их огромную важность при изучении погоды, климата и воды, чем, собственно, и занимаются сотрудники Брест облгидромета. Побывав в этом месте, может показаться, что здесь бухгалтерия или банк. Снег, дождь, ветер, направление скорости ветра – это сплошные цифры и формулы, где закодированы метеорологические данные. Весь материал идет к нам, где мы его обрабатываем, вы можете это все видеть. И в итоге мы выпускаем так называемый гидрологический ежегодник. Это сводная наша книга за год, которая потом идет дальше для тех, кто нуждается в какой-то режимной гидрологической информации, в частности строители, проектировщики. Аэрологические наблюдения заключаются в том, что мы выпускаем зонт, оболочка накачанная водородом, и зонт привязывается. И все эти параметры потом считываются и передаются автоматически к нам на станцию. Здесь перед каждым работником задачи серьезные, а миссии крайне ответственные. Труд предсказателей погоды не менее важен, чем работа врача, политолога или ученого. Ведь от того, насколько качественно и точно работают сотрудники метеостанции, человеку можно подготовиться к капризам природы заблаговременно. Наблюдением занимается у нас отдел аэрологических и метеорологических наблюдений. Вот метеоплощадка, метеоролог снимает данные и передает через отдел телекоммуникации по соответствующим адресам информацию. Аэролог запускает радиозонт и смотрит параметры по вертикальной составляющей. Группа гидрологии наблюдает за реками, то есть в каком они состоянии, ну и так далее, ледовое состояние и так далее. И вот передающую функцию у нас обладает отдел производственной работы обеспечения потребителей информации. Снегопады, ливни, грозы, бури. У природы нет плохой погоды. За капризной дамой синоптики наблюдают круглосуточно. Температура воздуха, давление, облачность, влажность, осадки. Прогноз строго под данным оборудования. Все точно, как в аптеке. В Бресте за капризами природы следят свыше 50 человек. Кстати, наблюдения ведутся в нашем регионе давно. Старейшие в области метеостанции, начавшие свою работу еще в 19 веке, находятся в Пинске и в городе над Бугом. Метеорологические наблюдения проводятся в 9 местах Брестской области. Это, будем так говорить, 6 метеостанций, метеорологических станций, так чтобы систематизировать это, 6 метеорологических станций, плюс головное здесь в Бресте проводит метеорологическое наблюдение. Ее выделяют как метеостанция Брест. И два больших обособленных подразделения – это Пинский межрайонный центр по гидрометеорологии и болотная станция Полевская. Это поселок Полевский Лунецкого района. В планах у Бреста облгидромета усиленно автоматизировать метеостанцию. Внедрение современного оборудования позволит составлять прогноз погоды еще более скрупулезно, точно до мелочей. И это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов, так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Напоминаем, Бук ТВ вы можете смотреть в базовом пакете интерактивного телевидения «Зала», включив 111 канал. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 26 марта ночью сохранится влияние атмосферного фронта. Днем на территорию Бреста распространится область повышенного давления с Финского залива. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах от 1 до 3 градусов выше нуля. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 5. 27 марта на фоне области повышенного атмосферного давления будут перемещаться фронтальные разделы с севера Балтики. Днем ожидаются поступления более теплых воздушных масс с территории Польши. Ночью и утром возможны кратковременные осадки. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3. Днем воздух прогреется до 11 градусов выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин